МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Дивееве открылся первый межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». В нем приняли участие более 400 участников из различных епархий Приволжского федерального округа и Москвы. Ребят ждала не только работа на пяти образовательных площадках, но и встреча с четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо Федором Емельяненко и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. На православный молодежный слет приехали делегации епархий, входящих в состав Нижегородской митрополии, а также Чебоксарской, Ёшкаролинской, Пендинской, Ижевской, Саранской и Вятской. Для того, чтобы мы пообщались, поделились опытом, набрались опыта, послушали людей, которые достигли какого-то определенного уровня в своей сфере, и смотря на них, мы набирались желания следовать по тому пути, которым призвал нас Господь – это служение людям. Анна – представитель Городецкой епархии, Феодоровского мужского монастыря. На Дивеевскую землю она приехала не только для того, чтобы чему-то научиться, но и поделиться собственным опытом. Моя миссия здесь не только посетить площадки, приготовленные нашими замечательными организаторами, но и рассказать о проекте Александра Невскислова Духа Емель России, который стартует в Городецкой епархии с 1 сентября 2018 года. Этот проект направлен на возрождение духа патриотизма. Пожарные, дети из многодетных семей, менеджеры, представители епархии. На форуме можно встретить ребят разного возраста и профессий. Александр – ведущий специалист управления культуры, спорта и работы с молодежью Павловского района. И на форум он тоже приехал с конкретной целью. Приехал сюда выступить с лекцией по волонтерству и представить проект «Молодежная палата», поделиться опытом волонтерской деятельности. Помимо образователей, площадок организаторы подготовили для участников и встречи с интересными гостями. Самой яркой стала беседа с владыкой Георгием. Встреча прошла в формате открытого микрофона, и каждый желающий смог задать митрополиту интересующий вопрос. Наша молодежь очень открыто, обзычивая, живая, интересующаяся многими жизнями, вопросами. Замечательно, что есть такой формат. Здесь, в четвертом деле Матери Божией, в мощей батюшке Серафима, с молодыми людьми поговорить и снять у них многие недоуменные вопросы и проблемы. Межорегиональный форум православной молодежи «Радость моя» проходил впервые, но организаторы планируют сделать его традиционным. Языковые барьеры, межкультурные различия, индивидуальные образовательные потребности и маршруты. В Финляндии прошли международные умные каникулы в рамках проекта «Школа Росатома». «Как дома» – так называлась программа, в рамках которой участники совершили виртуальные путешествия по шести странам мира. Путевки на международную смену получили победители, призеры и активные участники отраслевых конкурсов и мероприятий под эгидой госкорпорации. В состав делегации от нашей страны вошли пятеро саровчан. Принимать участие в школьных, областных, всероссийских конкурсах и олимпиадах и получать за это награды для Кирилла Емелина – дело уже привычное. В прошлом году ученик 15-го лицея был капитаном команды «Школа Росатома» в специальной серии игр «Что, где, когда» и стал победителем проекта «Дети 21 века». Знатокам вручили призы от госкорпорации – сертификаты на поездку в летний детский лагерь в Финляндию. День выглядел примерно так. У нас подъем, потом завтрак, потом мастерские, которые предоставлялись три на выбор. То есть были постройки чего-то из подручных материалов, ну, креативщики своеобразные, дальше танцоры, dance language это называлось, то есть язык танца, и по сути все, что они делали, это танцевали. И еще была спортивная мастерская. В лагере ребята изучили историю, культуру, традиции разных народов, а также успели попрактиковаться в знании иностранных языков со своими сверстниками из Болгарии, Венгрии и Финляндии. Такого в жизни еще не было, что я мог общаться на английском с кем-то на равных. То есть чаще всего это либо учитель, либо какой-то другой взрослый в заграничных поездках. И практически не было такого опыта, что я вот с таким же ребенком, со своим ровесником могу пообщаться по-английски. И это, на удивление, дается мне легко, но как после такого количества практики, в принципе, без особых проблем. Каждый день, проведенный в лагере, предоставлял новые возможности для творческого развития. Ребята готовили визитки, принимали участие в концертах и многое другое. Всего в международных умных каникулах в рамках проекта «Школа Росатома» приняли участие пятеро соровчан, ученики 2-й гимназии и 15-го лицея. С января будущего года все средства, собранные за нарушение автомобилистами правил дорожного движения, должны поступать в региональный дорожный фонд. Соответствующие изменения приняло законодательное собрание Нижегородской области сразу в двух чтениях. По предварительным подсчетам, объем этих поступлений в регионе должен составить около 2 миллиардов рублей. Это позволит значительно расширить программу строительства и ремонта дорог уже в этом и следующем году. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове пройдет роковый опен-эйр. Музыкальный фестиваль «Зато рок-2018» распахнет свои двери 18 августа в Парке культуры и отдыха имени Зернова. У саровских музыкальных коллективов все еще есть время заявиться на опен-эйр. Сделать это можно до 5 августа, связавшись с организатором через официальную страницу события ВКонтакте. Сезон 2017-2018 станет юбилейным для Саровского драматического театра. Уже на этой неделе актеры начнут учить новые сценарии, режиссеры проводить репетиции, а сотрудники цехов готовить костюмы к предстоящим спектаклям, шить кукол и создавать декорации. Подготовка к новому театральному сезону ведется не только в закулисье. На днях здание театра «Кукол Кузнечик» обрело новый вид. Подробности далее. В новом сезоне театр «Кукол Кузнечик» будет радовать горожан не только хорошими и интересными спектаклями, но и своим внешним видом. Благодаря инициативной группе ребят теперь здание детского театра ни с чем не перепутаешь. На нем появились яркие и красочные рисунки. Так как театр кукольный – это сугубо детское пространство, решили сделать что-то очень позитивное. Лена Калмыкова рисует с малого возраста. Она училась в художественной школе и даже в институт поступила на творческую специальность. Именно Лена стала автором этого эскиза. Придумала она его еще в июне, но к работе вместе с друзьями смогла приступить неделю назад. Сначала мы воспользовались проектором, чтобы перенести рисунок. Пропорционально, чтобы он был, чтобы мы это не намечали все вручную. Маркером обводили сам рисунок. А дальше начался самый настоящий творческий процесс. Ребята делали так называемую заливку. Заполняли эскиз на стене красным, оранжевым, зеленым цветами. Сама Лена выполняла более тонкую работу. Рисовала контур, тем самым делая рисунок объемным. Как признаются молодые художники, работы интересны, но им пришлось столкнуться с большим количеством трудностей. То у нас закончилась краска в середине работы, то у нас были непригодные погодные условия. Вот эти очень было жарко. В принципе, вечером рисовать нельзя, потому что люди жалуются, что им пахнет. Как бы в обед тоже невозможно рисовать, потому что жарко. Но ребята старались использовать каждую минуту и работали, не покладая рук, чтобы театр «Кукол Кузнечик» мог радовать своих юных зрителей еще до того, как они зайдут внутрь. А команда художников теперь может с гордостью сказать, что провели свои студенческие каникулы не только интересно, но и с пользой. Царовские музыканты приняли участие в отборочном этапе юбилейного открытого отраслевого фестиваля У-235. На сцене в парке культуры и отдыха имени Зернова выступили солисты и коллективы, представляющие различные музыкальные стили. Этот фестиваль объединяет участников более чем из 20 городов присутствия госкорпорации «Росатом». Исполнители, отобранные по результатам зрительского голосования, выступят на финальном галоконцерте, который пройдет в августе в Ленинградской области. Такого вечера в парке с музыкой разных стилей направлений наш город еще не видел. С трех часов дня до глубокого вечера музыканты, авторы и исполнители представляли поклонникам свое лучшее произведение. Ренат Чуваткин не раздумывая принял предложение поучаствовать в концерте. Классические композиции с джазовой импровизацией на акустической гитаре в его исполнении открывали отборочный фестиваль У-235. Давно просто не участвовал в таких открытых мероприятиях. И, в общем, любое выступление – это стимул посерьезнее заниматься на гитаре. Гитару Илья освоил несколько лет назад самостоятельно и с тех пор выступает только с этим инструментом. У него есть любимые стили музыки, но в произведении он больше ценит глубокую философию. На фестивале Илья исполнил песни своего любимого автора-исполнителя Дмитрия Хмелева. Мне ближе и рок, и джаз, и любые направления, в которых присутствует музыкальность, в первую очередь, которые приятно слушать как музыку, и чтобы еще была нагрузка смысловая. Поклонники музыкантов и простые зрители смогли оценить потенциал исполнителей и групп, претендующих попасть на пятый международный открытый фестиваль чистой музыки в Сосновом Бару, который пройдет с 26 по 30 августа. Вот уже несколько лет подряд с наступлением летних каникул в нашем городе успешно реализуется проект «Дворовая компания». На площадках и стадионах в микрорайонах города проходят развлекательные и спортивные мероприятия для жителей близлежащих домов. В рамках программы «Дворы Сарова» на площадке по улице Московской прошел квест, посвященный героям любимых русских сказок. Проект «Дворовая практика» уже давно стал частью летнего досуга детей нашего города. Клуб «Мечта» во время каникул – это штаб по созданию проектов для новых игр. Чем еще занять и удивить детей во время каникул, чем привлечь и удержать их внимание. Полина Шаркова уже не первый год ломает голову над этими вопросами и устраивает настоящие мозговые штурмы со своими друзьями по подготовке заданий к очередному квесту. То есть мы коллективно так собираемся в определенное время, садимся в клубе «Мечта» за столом и думаем, что мы будем делать, какая тема квеста. В этот раз темой поисковой игры организаторы выбрали русские народные сказки. Пять персонажей облюбовали просторный двор на Московской 25 и приготовили для участников задания на смекалку и сообразительность. После того, как определили составы команд, был дан старт квеста. Это приключенческое такое мероприятие, путешествие своего рода. У нас будут персонажи из русских народных сказок, они будут, так скажем, завуалированы. То есть детям предстоит разгадать, какой же персонаж перед ними. Полина Шаркова, как настоящая баба яга, просто так не отдала заветный гребень и устроила для ребят эстафету с метлой и ступой. Цель такого задания – научить детей разных возрастов работать в команде, помогать младшим и быстро принимать решения. Квест рассчитан на более младший возраст, но мы рады всем, принимаем всех в свои игры. После того, как команды прошли все этапы квеста и отгадали все задания персонажей, организаторы напомнили ребятам, из каких они сказок и какими поступками знамениты. Обязательный этап квеста – это награждение победителей. Самым находчивым, а сообразительным вручили дипломы и сладкие подарки. Конкурс считается наиболее зрелищным видом конного спорта, где всадник должен обладать смелостью, решительностью и тонким расчетом. От лошади требуется высокая координация движений, умение сохранять равновесие при полете над препятствием, а также гибкость и пластичность движений. В конно-спортивном клубе «Саров» прошли областные соревнования по конкуру о призерах и победителях состязаний. Расскажем в следующем репортаже. Для Кристины Золототрубовой – это далеко не первые серьезные соревнования. Девушка занимается конным спортом более четырех лет и завоевала за это время огромное количество наград. На соревнованиях по конкуру Кристина заняла первое место в прыжках на 70 сантиметров и второе в охотничьем маршруте. Наездница отмечает, что такие соревнования позволяют участникам не только обменяться опытом, но и окунуться в захватывающее приключение и получить заряд адреналина. Тем более, секрет успеха девушка уже знает. Чтобы научиться действительно сложным элементам, нужно прийти к взаимопониманию с животным. Сначала добиться доверия, чаще с ней видеться, к ней ходить, угощать её, общаться с ней. Кристина Бескова приехала на соревнования из конно-спортивного клуба «Феникс». В возрасте четырех лет девушка поняла, что хочет стать наездницей. Конный спорт для неё – это уникальная возможность почувствовать всю красоту природы. На соревнованиях в конно-спортивном клубе «Саров» девушка заняла второе место. Эмоции получили очень большие. Лошадьми довольны. В принципе, у нас выездные соревнования проходят очень редко, поэтому это для нас такой огромный опыт. Турнир по конкуру среди юношей и девушек проводится третий год подряд. Всем участникам предстояло преодолеть четыре маршрута высотой на 70-80-90 сантиметров и охотничий маршрут до 110 сантиметров. Зрителей мы всегда приглашаем. Вход у нас свободный. Сегодня мы катаем на лошадях тоже, помимо соревнований здесь на базе. К нам попасть очень легко. Всегда мы здесь работаем ежедневно. Турниры мы проводим традиционно, ежегодно. Два-три раза в год обязательно проводим. По итогам соревнований всем участникам вручили дипломы и памятные подарки. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова